Всем привет! С вами Ольга Чернова и моя огородная азбука. Многие из нас уже высадили свои томаты в теплицу или даже в открытый грунт под пленку. Там, где тепло, вообще не под пленку. И сейчас самый главный вопрос у начинающих огородников. Когда же начинать бороться с фитофторой? Все знают, что фитофтора это очень опасное грибковое заболевание. Оно коварное. Если оно начнется, если вспышка фитофторой, то побороть ее уже очень трудно, почти невозможно. Чаще всего, конечно, фитофтора наступает в конце лета или там в начале осени, когда у нас дожди, росы, сыро, холодно. Но в теплицах, где у нас очень влажный климат и где вот такая обстановка для нее очень благоприятная, фитофтора может начаться раньше. Особенно, если мы высаживаем томаты рано, то говорить на эту тему, этот вопрос сейчас уже очень своевременный и говорить уже пора. Но вот кто спрашивает, когда начинать бороться, они сами, того не замечая, уже начали профилактическую работу, свои вот методы против фитофторы. Вспомните, зимой мы протравливаем грунт, проливаем фитофторином, обрабатываем семена вот этими антигрибковыми. Ведь это все у нас направлено для чего мы делаем? Для того, чтобы предотвратить заболевание фитофторы. Значит, сами того не замечая даже, мы уже начали борьбу с фитофторой. Если говорить сейчас про высадку, я думаю, все опытные огородники на вопрос, когда начинать бороться с фитофторой, в голос ответят. Сразу после высадки. Потому что у многих, вот я сейчас показываю, как у меня на томатах уже завязи, это явный признак, что нужно делать профилактические обработки. Зачем делать профилактические обработки, когда нет даже никаких признаков болезни? Опять же, за тем, что побороть ее будет потом сложно, иногда даже невозможно, если будет она в активной фазе, легче предотвратить. Лучше понемножку опрыскивать, опрыскивать, делать обработки. И тогда, возможно, она вообще не придет. У меня много лет, могу назвать много лет, когда не было фитофторы ни на улице, ни в теплице. Сейчас расскажу про средства. Средств очень много. И так как все мы делимся на две группы, те, кто признает агрохимию или только народные средства и биопрепараты, то все препараты можно тоже разделить на две части. Если кому-то неохота или нет времени, он работающий, все лето обрабатывать, каждую неделю регулярно опрыскивать, опыливать, можно применить очень сильные, иметь содержащие. Это всем известно и бордовская смесь, хом, ордан, триходерма. Их очень-очень много. Зайдете в любой садовый магазин, скажете, дайте мне средства для обработки от фитофторы. Вам дадут, инструкция везде есть, очень понятная, когда обрабатывать вот такими препаратами агрохимическими. Ну можно уже после двух-трех недель после высадки. Но я вам сразу скажу, что сроки будут у всех разные. Это очень индивидуально и зависит от размера рассады, от возраста рассады. Но обычно сигнал это появление завязи. Вот. Если у вас вот такие завязи уже висят, бульбочки появились, значит нужно делать первую профилактическую обработку. Сделаете обработку, все, вы свободны на 2-3 недели. Потом посмотрите, можно еще обработать. Можно перейти на какие-то... Ну, это знаете, каждый делает вот это вот, составляет план обработок сам. Смотря каким препаратом. Там посмотрите срок действия его, все. Вот про эти препараты я сказала. Но ведь есть люди, которые, ну вот ни в каком виде не принимают на своем огороде вот это агрохимические, фабричные удобрения, ну препараты. И они готовы все лето, каждую неделю обрабатывать свои посадки только для того, чтобы получить вот экологически чистые томатики. Тогда к их, в их распоряжении очень много народных средств. Пожалуйста. Самым старинным, традиционным, проверенным, которым пользовались еще бабушки, это чесночное опрыскивание. 200 грамм чеснока измельчаете на 10 литров воды, отцеживаете, опрыскиваете. Ну, вы поймите, что народные средства, они ни в какое сравнение не идут вот с такими с агрохимией. Они очень слабенькие, и их нужно делать регулярно, не переставая, весь сезон, раз в неделю. Опрыскивать, конечно, нужно в период вегетации, и опрыскивать нужно начинать прямо с самого-самого низа. Я потом буду, когда опрыскивать, я покажу и стебель, и листья, особенно нижнюю сторону листа, и все-все-все мы опрыскиваем. Дальше. Опрыскивание молоко с йодом. Литр молока, 10-15 капель йода на 10 литров воды тоже опрыскиваете. Тоже желательно раз в неделю, в 10 дней, можно чередовать. Зольное опудривание. Вот грунт вокруг, приствольную вот эту часть грунта, посыпать золой, и тогда вот этот вот грибок, она как зола, как антисептик, она съедает этот грибок, предотвращает появление фитофторы. Потом, также безопасно опрыскивание фитоспорином, всем известным, мы уже знаем. Мы при высадке желательно поливать в лунке фитоспорин, и опрыскивать потом фитоспорином раз в неделю, в 10 дней. Это все профилактика. Вот новые биопрепараты, кто не хочет агрохимию. Я вот буду завтра, послезавтра опрыскивать аллерином. Естественно, у меня нет никаких признаков заболевания, это будет профилактическое опрыскивание. Я об этом препарате, кто его не знает, я все расскажу, когда буду готовить, все подробно, всю инструкцию, и покажу, как буду опрыскивать. Сейчас это просто общий обзор, чем можно бороться с фитофторой. Так, про золу сказала. А, еще тоже, как народное средство оно или какое, можно просто йод в чистом виде подвешивать в бутылечки. У многих, наверное, видите, в теплицах висит вот этот йод. Это тоже профилактика. И, возможно, если вы сделаете все вот эти профилактические меры своевременно, вовремя, и будете делать регулярно, не дожидаясь первых признаков фитофторы, возможно, этот сезон у вас обойдется и без фитофторы, потому что профилактика – это самый надежный заслон вот для этой болезни. Если вы думаете, что сейчас вот только высадили и ничего не может быть, вполне возможно, что в земле что-то осталось какая-то, может быть, занесете, даже заносят на подошвах, на обуви, прошлись где-то, занесли этот грибок. Все это может быть, даже в новых теплицах, где новый грунт. Так что профилактика нужна, она важна, и она, вот эти профилактические меры – это лучший способ уберечься от болезней. Повторяю, лучше профилактика, чем потом борьба с фитофторой. Все. До свидания. Повторю тем, кто не боится химикатов вот этих. Бордосская смесь – хом, ордан, триходерма. Тот, кто народные средства, пожалуйста, опрыскивайте чесноком, опрыскивайте сыворотку с йодом, молоко с йодом, йод подвешивайте, залой опудривайте. Средств очень-очень много, рецепты разные. Я постараюсь потом рассказать о наиболее распространенных рецептах, вот народных, потому что их очень много. Каждый придумывает, опробует, потом делится. Все. Начинать бороться с фитофторой нужно сразу после высадки. До свидания. Продолжение следует.